всем привет я нахожусь в городе серпухов у нас сегодня маршрут на водопады я до недавно времени вообще не знал что где-то рядом с москвой есть такие красивые места сегодня посмотрим тут есть велодорожка прикольно так ну что за дела на маршруте у нас два водопада и дорога займет примерно 70 километров возможно если я буду успевать то я попробую доехать до 3 дело в том что два водопада находится совсем рядом а третий нужно обратно возвращаться в серпухов и ехать еще дополнительно километров 50 посмотри какие краски как красиво совсем скоро листва опадет и все и и и и и и и и и блин то камера глючат уже не знаю сколько раз останавливался зависает и горизонт падает сейчас карта сказала до свидания не буду работать покажу тебе другой какой-то маршрут но не тот который тебе нужен интернет есть gps включен но видимо не ловит и я просто на карте стою на месте вот такие дорожки прям созданы для этого велосипеда для гревела одно удовольствие по ним кататься я приехал в город протвена посмотрите тут красиво на самом деле прям все в зелени я смотрю тут основательно подходит к ремонту дорог посмотрите везде плиты которые не нуждаются в обслуживании нет асфальта нет проблем а вы оставляете свои велосипеды вот так вот на улице надежность сто процентов как думаете за сколько секунд такой провод перекусывается а 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 красота а а а а а в общем случилось то что ожидать вообще не мог у меня оборвался тросик переключения передач прямо там головка оторвалась шляпка я не знаю теперь буду ехать только на двух скоростях спереди у меня есть переклюк сзади будет стоять одна как так произошло вообще не понимаю а вроде бы тросики свежие недавно менял а лишние никогда не подводили и вот тут такой вот прикол ну ладно будем знать ну тросик ну блин ну у меня такого никогда не было причем я всегда меняю ставлю свежие они стоят копейки поменять один раз в сезон вообще не проблема как на зло еще постоянные горочки приходится сильно давить там в конце поля видно какое-то очень красивое старое и к сожалению разрушенное здание сейчас мы прям на него едем по карте я смотрю очень интересно будет посмотреть мтб блин я еще не доехал до водопадов а посмотрите как красиво посмотрите какое течение подсмотрел на карте тут находятся руины старой мельницы вот за этим зданием блин ну тут просто очень круто это всего лишь примерно в двух с половиной часа от москвы да полтора часа на электричке и час примерно на велосипеде вообще не напрягает сможет я думаю каждый до сюда доехать и обратно до станции и в принципе в принципе тут до водопадов уже рукой подать пять километров примерно до первого второй прям рядом с мельницей да мы на обратном пути поедем на него поэтому блин машин реально очень крутой и очень красивый смотрю по карте мы сейчас немножко вдоль берега проедем тропинка просто шикарная вон фух идем пешком подъемы ну что не хочется цепь порвать еду вдоль просто очень красивой речки Скоро она закончится. Представляете, я отсюда вижу дно, то есть вода реально прозрачная. Я отсюда вижу дно не у берега, а в центре речки. Офигеть! Очередной подъем, блин, пешком совсем медленно получается, уже отстает графика очень сильно. Успеваю два водопада и то уже впритык. Вот по этой тропиночке мы поедем сейчас километра полтора и уже будет первый водопад. Накат просто нулевой, посмотрите, я еду вниз сейчас, маленький овражек здесь, и я кручу педали, у меня покрышка просто тонет. Все, выключил я стабилизатор, достал он ломаться. Будем теперь немножко трястись, заодно сравните, где качество лучше может быть не стоит таскать с собой эту здоровую приблуду. На часах пол четвертого, это значит, что 21 часа я уже еду, ну как еду, сами все видите. У меня остался вот этот подъем и там уже будет первый водопад. Посмотрите, какую дорогу я уже прошел. Это вот там, вот та низина, оттуда я иду пешком постоянно. Посмотрите, какая красота здесь. Получается, вот оттуда, где та вышка, да, чуть-чуть ниже я ехал по прямой, ну там такие холмики небольшие, пешком не пешком, пешком не пешком. И вот эту всю горку я шел, да, и вот прям вершина, остановился тут под дубком. В поле один одинокий стоит, чуть-чуть лишнего прошел. Оказывается, дорога на водопад как раз таки была около дубка того. Нашел я водопад, посмотрите какой ручей, сильное течение, повезло много воды, сейчас осень, лили дожди. Ай, какая красота! Надо спускаться вниз смотреть, что там. Тут реально прям такие камни, прям как скала. Набрал немного воды в ботинке. Ну, это прям топчик, еще телефон там забыл, захотел фотографию сделать. Очень красивое место, перекусил, пофоткался. Нужно скорее ехать дальше, потому что пишут, что на водопад, на который мы сейчас поедем, еще лучше. Все в борщевике обидно, потому что это классное место. Вот тут стоят таблички. Особо охраняемая природная территория и никто не вырубает борщевик. Он везде. Да, а что тут летом? Обещанное солнце Яндексом. Два дня он мне обещал, что будет ясно, безоблачно. Только сейчас я увидел какие-то лучики, да? Облака начали уходить. 21 век, на дворе какие-то нанотехнологии, электродвигатель, автопилот. А погоду предсказать не могут. А зачем выбрасывают яблоки хорошие, скажите мне, пожалуйста. Да, пол видео, кадры, когда я иду пешком и качу рядом с собой велосипед. Весело. Памятник природы регионального значения. Водопад Калужская Ниагара. Прям мини горы какие-то, я вам скажу. Демо версия. Вот ради такой красоты мы сегодня и ехали целый день сюда. Всем советую этот маршрут. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Не смотрите на мою скорость, потому что я пешком половина шел. Уже поздно. Через минут 40 закат, поэтому не буду здесь задерживаться. Сделаю небольшой перекус и попробую успеть на электричку повкручивать. Туристов набежало. Мне повезло, что никого не было. Вот это я понимаю дорога. «Ай красиво так и для тебя Management» «Ой киросет снографии». «От alimentos через 15 градусов». «Гля С 30 рад �айтов?» «Я первый settlement!» «Да tablets Hawai» «Отку из plugins» Посмотрите, какой закат сегодня красивый. Весь день было пасмурно. На часах 18-18, 15 минут до отправления электрички, а это значит, что я успел, потому что мне осталось всего лишь полтора километра. Дорога оказалась в основном без подъемов, парочку было сложных. Вкрутил, стиснув зубы, но все-таки успел. Не придется теперь сейчас сидеть на вокзале, куковать. Так что такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok